Друзья, всем огромный привет! Спасибо, что вы заглянули к нам в гости. Начинаю я свой влог с уборки в гостиной. Знаете, когда у нас появились эти диваны, у меня так и чешутся руки, их постоянно пропылесосить. И вообще хочется больше наводить порядок в гостиной, потому что мы здесь проводим больше всего времени. И хочется, чтобы она была чистая, уютная, без пыли. И вы мне писали, что вот эти диваны наши новые идеально вписались в пространство нашей гостиной. Я с вами соглашусь на все 100%. Мне теперь очень нравится, как выглядит наша гостиная. Это прям то, что я себе запланировала, то, что я держала у себя в голове. Ту картинку, которую я именно себе придумала, мне кажется, сейчас именно я воплотила в жизнь. Мне уже не терпится поставить елку, но все-таки середина ноября, еще рано. Но мне хочется украсить именно зимним декором нашу гостиную. То есть без блеска, мишуры, использовать, например, шишки, либо какие-то элементы елок, пихты. Ну, то есть понимаете, о чем я говорю. Мне кажется, это самое время в ноябре, когда мы можем немного внести зимнего декора в наш дом. Плюс у меня еще есть в планах снять гордины, шторы и постирать. И заодно повесить фонарики, которые мы вешаем каждый год перед Новым годом. Но вот хочется, чтобы уже было такое зимнее настроение. И я решила заняться этим на выходных. Обязательно тоже вам все покажу. Ну, а пока я решила сменить осенний декор на камине. Помните, мы с вами вместе наряжали. Он у нас здесь пролежал где-то три недели. И на зон я решила заказать вот такие милые литые веточки. Всего в комплекте шло пять штук. Вот две я хочу положить на камин. Вот таким образом. Как вы видите, подсвечники и тарелочка, она у меня из фикс прайса, остаются на своих местах. Я меняю только веточки с осенних на вот такие более зимние. Плюс в нашем саду еще много лет назад я собрала шишки. Я каждый год их собираю, высушиваю и складываю на чердак. И потом использую для различного декора. В прошлом году использовала их для создания венка. Чуть позже вам покажу. Ну, а сегодня просто решила вот таким образом разложить их на камине. Я еще положила вот такие огоньки. Заказывала их на озон. И теперь вечером гирлянда светится. Сейчас покажу. У нее вот такие три режима. Вот так можно сделать. Вот такая гирлянда. Она как раз для такого местного декора. И что удобно, она на батарейках. Вот, сразу заказала три штуки. Хочу положить на подоконник на кухне. Вот сюда, да, на камин. Потому что у нас здесь нет рядом розетки. Ну, может быть, еще какую-то зону украшу. Оставшиеся веточки от набора я решила поставить вот сюда, на консольный столик. Заодно уберу тыковки и сухоцветы. Кстати, очень много вопросов всегда по поводу этого консольного столика. У нас был кусок от столешницы, который мы использовали для подоконника на кухне. И я долго думала, куда же его применить. Нашла в нашем городе местную столярную мастерскую. Нашла на Пинтерест фото консольного столика. И попросила их сделать. В итоге у меня получился вот такой чудесный консольный столик, который прекрасно вписался в наш коридор. А еще я на входную дверь повесила венок. Это зимний венок, не новогодний. В прошлом году покупала вот эту основу на Simuland. Собрала шишки из нашего сада и прикрепила на леску. Видите, и получился эффект, как будто венок парит. На самом деле он висит вот здесь вот на заклепочке. Я всегда таким образом вешаю веночки. Мне кажется, получилось именно по-зимнему, не по-новогоднему, по-зимнему. И потом заменю уже на другое вино, когда буду украшать наш дом к Новому году. Продолжаю наводить порядок в доме. И каждую неделю я меняю постельное мелье. Стараюсь придерживаться этого плана. Для меня это особый вид удовольствия. На выходных поменять постельное белье. И вот это чувство, когда постельное белье чистое, новое, оно меня сопровождает именно в начале трудовой недели. И понедельник кажется не таким уж ужасным. Кто работает, тот меня поймет. Я, кстати, лично знаю одну женщину. Она чудесная, прекрасная хозяйка. И она меняет белье каждый день. Представляете, каждый день. Нет, у меня нет таких потребностей. Я меняю белье раз в неделю. У детей иногда раз в две недели. Потому что оно как-то у них менее грязнится. Ой, а мы тут ходили в кино с девочками. Стараемся где-то раз в месяц точно посещать кинотеатр. Смотрим, какие новые фильмы выходят. И если есть что-то интересное, то сразу же покупаем билеты. Потому что в нашем городе, если заранее не купить билеты перед выходными, то можно честно прошляпить киносеанс. У нас городок небольшой, и всего один хороший кинотеатр есть. И поэтому все туда ходят. И на выходных, в частности, нужно заранее заботиться о том, чтобы купить билеты. В этот раз мы ходили в кино на фильм «По щучьему велению». Ой, замечательная, весёлая картина по мотивам всем известной сказки. Там в главной роли Емеля Дурачёва, который не хочет ничего делать, который ленится, лежит на печи. И вы знаете, что мне очень понравилось? Что там отлично создан именно антураж русской культуры. Хорошо показана вся наша природа, необъятные просторы нашей страны. Очень понравились костюмы и реализация, и диалоги, и шутки. Ой, замечательный фильм, с удовольствием сходили. Я бы его даже дома с удовольствием потом посмотрела. Но я думаю, что когда он выйдет на различных площадках, то мы обязательно ещё раз его посмотрим. Так что от всей души рекомендую. Если давненько не были в кино, то обязательно сходите на этот фильм. Вам однозначно понравится. Ну а я уже заменила постельное бельё. И теперь я протираю все поверхности. У меня это прям ритуал. Когда я меняю постельное бельё, я не заморачиваюсь с тем, чтобы там не напылить. Я всегда после протираю все поверхности, тумбочки, подоконник. Подготавливаю своё рабочее место к следующей трудовой неделе. Потому что я люблю работать, когда нет пыли, когда моё пространство чистое. Потому что, вот знаете, я искренне считаю, что порядок в доме — это значит порядок в голове. Не зря я так назвала сегодняшнее видео, потому что я уже поднимала эту тему. И могу смело сказать, что если вокруг вас будет чистое пространство, которое организовано, которое без визуального шума, у вас больше будет возможностей для самореализации, для каких-то новых проектов в жизни. Вот, друзья, поверьте, это очень важно. Начните просто с малого. Избавьтесь от лишней одежды, которую вы уже давно не носите, которая вам не нравится. Пересмотрите свои кухонные принадлежности, разберите там ящики на кухне. Это поможет вам в дальнейшем сократить время на готовку. И поверьте, это действительно работает. Вот такие мелкие шажочки, они помогают нам для того, чтобы сделать наш дом светлым, уютным, чистым и организованным. Пришла в ванну, хотела здесь немного тоже навести порядок, но в итоге поймала Анечку, заставила ее причесаться. Говорю, давай причешемся, потому что волосики у нее путаются постоянно, и если ее вовремя не причесать, то это все. Караул потом просто не прочешешь. Потом приехал курьер с доставкой и привез мне вот такой чудесный органайзер. Я его заказывала на Озон, естественно, в ванной я не убрала, думаю, а потом уберу. Мне так хотелось скорее навести порядок здесь. Я вот знаете, люблю, когда мне приходят какие-то посылки, я сразу их открываю, сразу смотрю, нравится, не нравится, оформлять возврат или нет. И вот этот органайзер я купила для того, чтобы сложить в него свои рюкзаки. Я не понимала, как мне их хранить, а потом я где-то увидела эту идею и думаю, это то, что мне надо. Вот так вот теперь выглядит моя половинка шкафа. Очень мне нравится. Мы с Кириллом немножко подняли вот эту верхнюю полку и опустили нижнюю полку. И теперь у меня здесь вмещается короткая одежда, тут там буховики, какие-то куртки, потому что до этого у нас был так размерен шкаф, что не помещалось ничего. И меня вот осенило, что можно сделать вот такое хранение рюкзаков. Мне очень нравится, да, так что длительно заметно. Вернула скатерть на место, теперь приходится ее стирать каждую неделю, но она задает такое прям уже новогоднее настроение, но без блеска, без мишуры. Очень нам нравится. И знаете, я решила, что мне нужен тоже фартук из этой же серии. Купила и теперь с удовольствием в нем готовлю. До ванны я так и не добралась, знаете, посмотрела, думаю, и так нормально. Помыла просто раковину и не стала сегодня там прибирать. В принципе, в ванной я убираю практически каждый день, потому что мы пользуемся этой комнатой ежедневно. И в принципе, у меня там относительно всегда порядок. А вот лестницу в последнее время я мою вот таким способом. Просто разбрызгиваю средства для поверхностей. У меня это от Дьюти Бокс, я уже постоянно про него вам говорю, но все равно в комментариях спрашивают. И с помощью микрофибровой тряпочки вот таким образом я и мою, и пыль протираю, не забываю, естественно, про труднодоступные места, особенно между балясин. И вы знаете, 5 минут вот такой уборки и лестница идеально чистая. Можно хоть каждый день ее таким образом протирать. Раньше я совмещала этот процесс вместе с мытьем полов. Но лестница это такое место, куда оседает пыль. Даже независимо от того, ты ходишь, там полы у тебя грязные, не грязные, просто пыль сама по себе оседает. И я вот приловчилась, и если хочу прибрать свой дом, немножко привести его в порядок, то вот такой быстрый способ мытья лестницы мне в этом помогает. Взяла другую тряпочку. У меня, кстати, они тоже от Дьюти Бокс. Решила взять, просто посмотреть, чем отличаются дешевые тряпочки из микрофибры от более таких дорогих. Четыре тряпочки мне обошлись 400 рублей. Это от фирмы Дьюти Бокс. И могу сказать, что они прям классные. Хорошо все отмывают, и я решила еще протереть стены. У нас стены покрашены специальной краской, которую можно мыть. Поэтому я периодически прохожусь возле выключателей, на кухне, вот где дети особенно, знаете, идут и просто вот так вот трогают. Именно на этой высоте. И я периодически там тоже прохожусь просто влажной микрофибровой тряпочкой. И все следы от рук, какие-то грязные пятна, они хорошо смываются. И навожу порядок теперь в нижнем санузле. У нас здесь стоит маленькая раковина. Мы ее просто используем только для мытья рук, когда приходим. Здесь же у меня стоит промывалка носа. Когда у нас дети приходят со школы, мы заставляем их промывать нос и в горло забрызгивать антисептик. Ну, знаете, такая небольшая профилактика в период всех этих сезонных болячек. Входную дверь и дверь в нижний санузел и, в частности, дверные ручки я тоже стараюсь обрабатывать с помощью дезинфицирующих растворов. Это тоже помогает. Ну и все-таки я считаю, что чистота – это залог здоровья. Именно по этой причине у меня в доме есть большая канистра с белизной. Ну, это обычная белизна, просто это от фирмы ГРАСС. Я покупала целую канистру. Используем ее и как средство для мытья унитазов. И иногда добавляю, когда мою пол. И заливаю ее в трубы для того, чтобы устранить засор, либо запах. Хорошее универсальное средство для всего, особенно в период всяких болячек и вирусов. А еще у нас тут сломалось сидение на унитаз. Мы пытались его открутить, но что-то там захрясло, поэтому ждем дедушку. У него есть какое-то специальное средство, которое от ржавчины. И мы вот будем откручивать, менять винты. Я уже хотела покупать новое сидение, но в итоге дедушка нам все сделал, отремонтировал. Друзья, пока монтировала видео, мне пришла посылка из Ларедут. Очень мне нравится этот магазин за красивые модели платьев и для детей, и для взрослых. И вы прям вот часто спрашиваете в комментариях, откуда у меня вот это покрывало. Оно у меня тоже из Ларедут. Это стопроцентный хлопок, я его обожаю. Оно прям идеально, мне кажется, сюда подходит. Да, и кстати, у меня в Ларедут есть промокод. Его оставлю сюда, если вы захотите приобрести какую-то одежду, аксессуары для дома, посуду, мебель. Там очень большой выбор. И обязательно воспользуйтесь моим промокодом, так будут покупки выгоднее. Ну, а я вам пока быстренько покажу, что мне пришло в посылке. Девчонки у меня пока любят одеваться одинаково. Не знаю, когда это закончится и закончится ли, но они прям любят выделяться, что вот они сестренки. Поэтому просят меня заказывать им похожую одежду. И вот когда есть размер подходящий и Сашеньке, и Анечке, я всегда заказываю, например, свитшоты в одинаковом формате. Ну вот как-то так сложилось. Любят они у меня быть сестренками. Любят они у меня одеваться одинаково пока. Заказала я вот такой свитшот. Мне очень нравится, что в Ларидут, а особенно коллекции для девочек, они, вот знаете, украшены всегда какими-то рюшами, какими-то бантиками. Ну, в общем, такое все милое и очень качественное. Свитшот этот утепленный, вот, что немаловажно, потому что зимы у нас долгие. Очень мне нравится, как смотрится с джинсами, свитшот. И, смотрите, он такой прям, знаете, девчачий, с такими рюшами. Также на весну, наверное, уже, да, пойдут на весну, заказала Сашеньке. Это мамс джинсы в черном цвете. Идеально сели, классные, стильные, модные. Ну, а Анечке заказала просто такие джинсики тоненькие на резиночке. Мне очень понравилось, что на резиночке, но думаю, что будем носить уже весной. Вот эту юбочку Анечка заценила, она такая мягенькая. Говорит, мам, я буду ходить в ней в садик. А это вельвет, крупная у него здесь структура такая, пуговицы. И к нему я подобрала вот такую футболочку, блузочку. Посмотрите, какое невероятное качество и какая это милота. Замечательно просто. Мне очень нравится такой стиль, немного деревенский. И вот для девочек прям, мне кажется, идеально подходит. Вот эту, кстати, блузочку я взяла в размере 8. Потому что хлопок, он садится. И я решила, что в любом случае пусть будет даже на вырост. В Ларидут немножко маломерят. Будьте начеку, знайте, что там немножко маломерят одежда. И девчонкам взяла колготы. Никогда не брала в Ларидут колготы. Но решила, что попробую, потому что колготки всегда нужны. И мне очень понравилась расцветка. Посмотрите, идеально подойдет и под вот этот образ. И под вот эти, которые я тоже заказала. Здесь у меня по два платья. Мы ходим в воскресную школу. И нужны длинные платья. И в храм, и в воскресную школу. Это, конечно, не обязательное требование. Но мы стараемся придерживаться этих правил. И посмотрите, какая милота. Это просто какое-то произведение искусства. Вот честно. Мне очень нравится, что вот эта кетлевка сделана сбоку. И вот эти рюши. Как все прошито. И очень мягкая ткань. Какие-то грибочки здесь лесные или ягодки. Больше похожи на рябину. Даже не знаю, на что похоже. Но очень приятная расцветка. Рукавчики здесь на резинку. И здесь они получаются такие расклешенные и ниже колен. И вот это, друзья, моя просто любовь. Это такие красивые платья. Во-первых, в такую интересную расцветку. И они полностью из вискозы. Очень качественная ткань. Приятная к телу. И мне кажется, будет классно смотреться с черными колготками. Либо, например, вот с такими коричневыми. Либо с зелеными. Да, будет очень тоже здорово смотреться. Тоже взяла парные, чтобы они у меня ходили одинаковые. Очень любят они у меня. Ну, вот ничего не могу с этим поделать. И, друзья, смотрите, еще какая красота мне пришла. Это я уже заказала Анечке побольше. На 8 лет. Но ей немножко великоват. Но я просто влюбилась в этот кардиган, когда увидела его на сайте. У него тоже здесь, видите, рюши. Необычные такие лекалы у них. Необычные модели. Я люблю необычную одежду. Я сама стараюсь что-то, знаете, такое поискать себе необычное. Но вот это мне очень нравится. И вязка хорошая, и ткань. По составу это 100% хлопок. Мне очень нравится, что в Ларидут хорошие составы. То есть, платья на детей из вискозы достаточно сложно найти. Вот такие платья. Тоже вискоза. Хлопковые кардиганы. Ну, тоже проблематично найти. Именно все из полиэстера. И, Сашеньке, еще в школу я взяла вот такой кардиганчик. Я помню, у нас был похожий. Покупали в H&M. Ну, у нас сейчас H&M нет. Поэтому вот на Ларидут можно заказать. И мне кажется, это прям идеальный кардиган для школы. Он в темно-синем цвете. И тоже из хлопка. И, друзья, мне кажется, я нашла идеальный жакет на одной пуговице. Видите, он без разрезов, с подкладкой. И он, знаете, оверсайз, но в меру. Вот таким образом сидит пиджак. Он в меру оверсайз. И мне нравится, что у него сзади нет никаких разрезов. Удобные карманы. Мне кажется, черный жакет это прям базовая вещь в гардеробе. Обязательно она должна быть, мне кажется, у каждой женщины. И смотрите, какая правильная длина. То есть середина бедра. И прикрывает, и не холодно, и можно и в театр пойти с платьем, например. И в офис, и на каждый день. Мне кажется, супер универсальная базовая вещь. Я планирую носить вот так. У меня здесь стильняшка. Голубые джинсы. Наделая ремень. И в качестве обуви я хочу использовать лоферы. Ну, это больше такой весенний лук, либо летний лук. И, кстати, лоферы у меня тоже с Лори Дуд. И вместе с белыми носочками, мне кажется, смотрится вообще очень стильно, классно. Да, так что я очень довольна. Наконец-то я нашла идеальный черный пиджак. Друзья, ну вот такие у меня сегодня покупочки. Все ссылочки на товары я, конечно же, оставлю. Там же будет ждать вас промокод. Если что-то вам понравилось, или вообще хотите посмотреть ассортимент магазина Лори Дуд, то переходите по ссылке в описании к этому видео. Из домашних дел мне еще осталось вымыть полы. Я это буду сегодня делать с помощью беспроводного пылесоса. И я всегда, когда наливаю воду вот в этот резервуар, добавляю еще средство для мытья пола. Я попробовала налить обычное средство. У меня это от Дьюти Бокса для мытья пола. И вы знаете, мне понравился эффект. Оно не сильно пенится. И в комбинации с вертикальным пылесосом прекрасно работает. И полы, знаете, немножко так блестят. И мне очень нравится аромат у этого средства. Вот, поэтому мой любимый Дьюти Бокс, он всегда со мной. Интересно, когда они меня позовут стать их амбассадором. Но это я, конечно, смеюсь. Нет, вы знаете, я поняла, что на рынке сейчас очень много достойных, хороших средств. И не обязательно это должны быть какие-то известные бренды. Просто все нужно пробовать. И все-таки мы все хозяюшки абсолютно разные. И потребности у нас разные в химии. И, знаете, я просто поняла, что каждый выбирает ту бытовую химию, которую используют в своем доме, которая ему нравится. Мне нравится одно. Вам что-то другое, например, по душе. Аромат там не подошел. А в этом средстве аромат понравился. Поэтому здесь что-то рекомендовать. А я просто показываю то, что я использую для уборки в своем доме. И всегда делюсь своим мнением, что мне нравится, что мне не нравится. А вам уже выбирать, прислушиваетесь вы к моим советам или нет. Кстати, недавно получила комментарий на тему, что нам нужно перекрасить наш обеденный стол в белый. А вы знаете, я наоборот, когда его увидела в Икее, я поняла, что это именно то, что я давно искала. В квартире у нас была другая модель стола, но тоже деревянная. И мне кажется, белый стол вообще непрактичный. А вот деревянный, он дает дополнительный уют за счет своего цвета, за счет фактуры. И мне кажется, все-таки цвет дерева лучше, чем белый. На у нас уже подходит время ужина. Вы знаете, что я люблю готовить ужин быстро, не тратя много времени на приготовление. И максимум я отвожу минут 30-40 на ужин. Я не стою тут по 2 часа, поэтому у меня все блюда простые, быстрые. И с удовольствием я с вами ими тоже делюсь. Сегодня я решила приготовить жаркое с говядиной и с черносливом. Для этого подготавливаю все овощи. Мне нужно будет почистить картофель, морковь, лук. И я уже достала говядину размораживаться. Она у меня уже сразу порезана была на такие небольшие кусочки. И это очень удобно. Можно сразу прямо на сковородку, не тратя времени на то, чтобы резать мясо. Я, когда перерабатываю мясо перед заморозкой, вот всегда стараюсь его нарезать. И это очень потом экономит время. Буду готовить в казане. Вы часто спрашиваете, что это у меня за такой маленький казан. Я его очень люблю. Готовлю в нем практически все, что поддается тушению. И вот жаркое в нем получается особенно вкусным. Возможно, за счет того, что там держится определенная температура. Мясо томится, овощи готовятся, все вкусы соединяются. И мне очень нравится, какая еда на вкус получается именно в этом казане. Картофель я нарезаю на некрупный кубик. А морковь я нарезаю полукольцами. Оливковое масло для жарки у меня уже разогрелось. И я выкладываю говядину. И сразу стараюсь мешать, чтобы мясо не пригорело. Понятное дело, что оно выделит сначала сок. И только уже потом, когда сок испарится, начнет жариться. И вот когда уже оно начинает жариться, я его немного присаливаю. Добавляю перец. И в этот же момент выкладываю овощи. Сразу лук, морковь и картофель. Все хорошенечко перемешиваю. Огонь у меня небольшой. И вот таким образом с закрытой крышкой я начинаю готовить. Периодически перемешивая наши овощи и мясо. Затем добавляю горячую воду. Обязательно горячую, чтобы у нас морковка не была, знаете, вот с таким привкусом вареным. И еще добавляю специи. Здесь у меня, по-моему, это адыгейская соль. Мне ее привозила моя соседка с города Сочи. Очень вкусная. Всегда ее добавляю в жаркое. И пока жаркое готовится, я подготовлю зелень. У меня здесь укроп и петрушка. И также нарежу чернослив. Я прям взяла целую пачку. Не пожалела. Мне кажется, с ним получается особенно вкусно. Потому что он дает такую сладость жаркому. Да, вкусно с ним получается. И я добавляю уже практически готовое жаркое. Тушу буквально минут 5, чтобы чернослив отдал свой вкус. И уже затем в самом конце добавляю зелень. Блюдо очень простое. В принципе, всегда есть ингредиенты, нужные для приготовления этого блюда в холодильнике. Ничего такого особенного. Но оно действительно очень вкусное. И мои домочадцы его просто обожают. У меня в тот день был день доставок. И здесь наконец-то пришел мой заказ из магазина Simuland. Я там заказала очень много всего красивого для Нового года, для сервировки. Обязательно с вами поделюсь в одном из следующих видео. Ну а пока покажу вам чашечки для чая. Это тоже серия Магистра. Очень мне нравится эта серия на Simuland. Вот так вот она выглядит. Мне понравилось и качество, и форма, и объем чашек. Я взяла 10 штук, потому что у нас часто бывают гости. И примерно 10 человек точно пьют чай. И также к этим чашкам я заказала еще и заварочный чайник. Довольна я своими покупками. Давно хотела обновить наши чашки для чая. Но это больше такой чайный сервиз именно для гостей. Это чашки не на каждый день. У нас на каждый день совсем другая посуда. Но это так, когда приходят гости. Ну а здесь я уже начинаю готовиться к новой рабочей неделе. Подготавливаю детям одежду в садик, в школу. Анечка у нас тут приболела. Две недели не ходила в садик, потому что у нее был кашель, температура. До болезни она ходила целый месяц в садик. Я считаю, это очень хороший результат. Но в эти две недели мы были на больничном. Мне было эти две недели, конечно, тяжеловато. Я уже за месяц привыкла, что ребенок ходит в сад, и мне стало полегче. Вы, кстати, часто спрашиваете, как мне удается работать вместе с детьми дома. Знаете, работа удаленная, она не такая простая, как кажется. Я могу сказать так. Нужна очень большая концентрация, чтобы и контролировать детей, и не упустить какие-то важные рабочие моменты, которые требуют твоего вовлечения. У меня часто бывают собрания, и мне, конечно, иногда приходится тяжко. Но ничего, у меня есть прекрасная возможность работать из дома. Я стараюсь подстраивать график детей и свой график таким образом, чтобы у нас не было пересечений. Но когда это бывает, всегда приходит на помощь супруг или дедушка. Он к нам приезжает где-то один-два раза в неделю. И вот он на себя берет все эти активности, отвезти, привезти. И мы с мужем тоже договариваемся, кто заберет, кто сможет, у кого какие собрания. Ну, в общем, как-то так выкручиваемся. Друзья, ну я на этом буду заканчивать свой влог. Спасибо вам огромное за ваши лайки, за ваши подписки, за ваши комментарии. Я вижу, как мой блог растет. И я очень рада, что жизнь моя обычная кому-то интересна, что я кого-то мотивирую, что я кому-то полезна. Для меня это, наверное, самая главная мотивация снимать для вас новые видео, что я буду делать с превеликим удовольствием. Ну, а мы с вами увидимся уже совсем-совсем скоро. Всех целую, всех обнимаю. Всем пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»!